Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, с вами Ауром. Давайте вкратце о чем будет идти речь в этом видео. Во-первых, Джаспер Фокс действительно навсегда потерял свой аккаунт, в то время, как некоторые другие люди за те же проступки получили бан на месяц. Сразу хочу сказать, ребят, если вам интересно, что же за такая несправедливость, то обязательно пишите в службу поддержки и распространяйте текущий видос. Обязательно поставьте палец вверх, ну потому что это правда. Джаспер Фокс получил бан навсегда. Я поинтересуюсь у службы поддержки, почему он получил бан навсегда, а другие люди, скрины которых я покажу сегодня еще, да, за те же проступки получили временные баны на месяц. Нужно выяснить, что же за вселенская такая несправедливость и что же за выборочное правосудие. Окей, это сразу мы и проговорили в начале видео, чтобы максимально большое количество людей это услышали. Далее, из-за чего баны? Я уже записывал видео на эту тему. Дело все в том, что из-за бота теперь я уже буду называть, в общем-то, ОПАГИД Студио, ОПАГИД Студией, да, потому что, ну, сейчас уже даже служба поддержки знает, что такое ОПАГИД Студио. Поэтому скрывать их и не пиарить, это уже бессмысленно, да. Поэтому, объясняю, ОПАГИД Студио сделала бота, с помощью которого вы могли, ну, не вы, я надеюсь, вы этого не делали, потому что вы сейчас в зоне риска, если вы это делали. Короче, игроки могли добавлять других игроков в друзья. То есть вы, грубо говоря, раз и появляетесь в друзьях у какого-нибудь Гоблина, Аурума, или Аурума Гоблина, в общем, неважно, да. Таким образом, ну, это типа читерство, правда. Это, ну, как бы, это типа, это типа прям жесть. Еще там была тема с бесплатными сундуками, но в основном все именно, насколько мне известно, вот шквал сообщений сейчас идет, и люди все-таки именно из-за бота получают блокировки. Еще один очень неприятненький момент, мне прям супер хочется его обсудить, потому что вчера, ну, или когда там, позавчера, когда я выпустил ролик о банах, ОПГИД сразу же мне написали. Просто имеется в виду, что ОПГИД это несколько людей, не один. Я общаюсь с несколькими людьми из ОПГИДа, которые абсолютно адекватны. С другой стороны, есть люди, с которыми я не общаюсь, и они напрямую мне не пишут, а обращаются публично. И вот после моего того видоса последовали типа сообщения а-ля «Это все пиздеж, это все пиздеж, Аурум пиздит, реально, нет никаких банов, ни одного бана мы не зафиксировали, мы очень следим за этим». Ну, короче, ОПГИД включили прям суперсел, вот отвечаю, да. Я сам на секунду занервничал, что, может, реально, я недостаточно хорошо проверил информацию, и, может, действительно, банов забота нет, а это просто какой-то роффл в стиле Николая Соболева, да. Ну, нихрена, ребят. Сегодня в 9.00 оказалось, что это на 100% очень жесткое и херовое дело. В 9.00 с моего клана были удалены аккаунты ребут, если я правильно его говорю, вы, наверное, очень часто видели в видосах его реплеи, и Джаспер Фокс. Это просто трешак. Эти люди получили перманентный бан навсегда. У Джаспер Фокса фулл аккаунт 13 уровня. Джаспер Фокс получил бан навсегда. То есть, это... Это просто жесть. Забота. За что? За то, что этот Вася к кому-то добавился в друзья? Ну, то есть, отдельно... Почему Вася? Потому что, ну, я считаю, что... Блин, какого... Я Джаспер Фоксу уже все сказал, да? Я сказал, что нахера ты его юзал? Ну, правда. Зачем? Зачем ты подвергал риску свой топовый аккаунт? Ну, это же просто жесть. Ладно, я понимаю, когда люди покупают там дешевые гемы. Они хоть как-то, знаете, качаются... Ну, точнее, как... Я это понимаю, да? Потому что каждый идет на осознанный риск, но при этом имеет офигительную прокачку аккаунта за счет тех гемов, которые они покупают легально. Ну, нахрена вам этот бот сдался? Блядь, зачем вы это делали? Я не понимаю. Самое забавное, что даже после массовых банов ОПГИД все равно оправдывается. Типа, якобы, нет, это не тот бот, который добавляют в друзья. Это за другую какую-то дичь. Но нет, ребят, блядь, ни хера, мы выяснили точно, это именно этот бот. Поэтому здесь оправдываться прям вообще уже бессмысленно. Резюмируя причины бана, хотелось бы сказать, что те люди, которые потеряли свои аккаунты навсегда, я им искренне сочувствую, но они сами шли на этот риск. А те люди, которые получили временную блокировку, ребят, вам очень сильно повезло. И просто благодарите Илку за это, да? Ребятам из ОПГИДа мне даже сказать нечего, я думаю, они и сами все понимают. Ну, типа, вот такая херня, блин, приключилась. А теперь касательно службы поддержки. Это отдельная тема. В начале видоса я вам уже сказал, да, что мне крайне сильно интересно, почему одни получают блокировку на один месяц, другие перманентку. И теперь давайте разбираться. Итак, это скриншоты ответов службы поддержки на обращение Федора, типа, мол, какого фига вы меня заблочили. Итак, привет, чемпион, меня зовут Петр, и я благодарю вас за сообщение. Боюсь, ваш аккаунт был заблокирован навсегда. Дело в том, что с данного аккаунта использовалось стороннее программное обеспечение, а это является нарушением наших условий пользования. Мы считаем жульничество использование ботов, модов и другого ПО, так что блокируем учетные записи, которые получили преимущество нечестным путем. Стороннее программное обеспечение включает хаки, моды или программы, несправедливо изменяющие функциональность игры. Боты, услуги по автоматизации игрового процесса или скрипты. Любые другие программы, направленные на модификацию игры или получение незаслуженных достижений. Мне очень жаль, что с вами случилось подобное, но если аккаунт был заблокирован за подобное нарушение, то блокировку снять уже не представляется возможным. Я был рад помочь, но ничего сделать для вас не могу. Очень надеюсь на ваше понимание и желаю вам удачи. Это прикольно, потому что, ну типа, очень надеюсь на ваше понимание и желаю вам удачи. Это в стиле самых крутых троллей и рофлеров, потому как послать нахер человека вежливо, это просто бесценно. Реально, в данном случае, ну это, очень надеюсь на ваше понимание, желаю вам удачи. Вы потеряли свой аккаунт, на котором играли почти три года, да, и ГКВП досвидули, досвидули. Вот, вот таким образом отвечает служба поддержки Федору. Напоминаю, что его аккаунт заблокирован навсегда. Кстати говоря, если вы столкнулись с подобным, как отличить, АК получил бан навсегда или временно, а сообщения обычно одинаковые, да. Просто важно понимать, ваш аккаунт удалили с клана или нет, потому как, если аккаунт блокируется навсегда, то он сразу выходит сам с клана. Да, это как неудивительно, он просто тупо выходит сам с клана и пропадает у всех в друзьях. Это значит перманент. Если же это временная блокировка, то в клане он все-таки остается. А теперь давайте посмотрим, что же ответила служба поддержки чуваку, которого временно заблокировали. Сообщение игрока, разблокируйте мой аккаунт такой-то. И ответ. Привет, есть признаки, показывающие использование вашей учетной записи запрещенного программного обеспечения сторонних разработчиков, также известного как моды и боты. Использование этих программ и их распространение нарушают условия пользования. Хотя мы очень ценим ваше мнение, блокировки не обсуждаются. Тем не менее, после 30-ти дневной блокировки вы сможете вернуться в игру. Внимание, еще раз повторяю вопрос. Ребят, кто в теме, кто в курсе, объясните, почему Джаспер Фоксу дали навсегда, а этому пацану дали на 30-ти дневный срок блокировки. И нет, я не хочу сказать, что этого типа тоже надо заблочить навсегда, как Джаспер Фокса, но шутечка была бы просто на пятерочку. Нет, вопрос в том, блин, почему не дать шанс Джаспер Фоксу? То есть, по сути, Джаспер Фокса вообще банили когда-либо только за, ну, нецензурную лексику, вот это на два дня. То есть, там в итоге дают на два дня, на пять дней, на 30 дней, как мы знаем, а потом уже идет перманент. То есть, насколько мне не изменяет память. И вот за эти года, когда он играет в игру, опять же, его забанили всего лишь один раз за слово, там, не знаю, какой-нибудь писюн, да, в чате, на два дня, но потом, вот, следующая его блокировка уже была навсегда за использование бота. Почему же так? Как так-то можно? Ну, блин, ну, предупредите, дайте 30-ти дневную блокировку и поверьте, больше никто этого бота использовать не будет, потому как ссыкотно, блять, потерять 13-й левел. Очень ссыкотно. Да еще и, ну, Джаспер Фокс, да, то есть, блин, вы же, многие из вас слышали этот ник, лол, он приравнивается к ютуберу, ну, точнее, у него и так есть канал, и он стримил, летал на ESWC, и он известный русский топ, бла-бла-бла, и минус аккаунт за такой проступок, в то время, когда кто-то получает на 30 дней. Что за хрень? Почему так? Что за... Блин, что с вами? Остановитесь! Ребят, если вы получите какой-то ответ от службы поддержки, причем, я не призываю вас писать, просто те, кто неравнодушные к этому вопросу, и хотели бы все-таки поинтересоваться, почему так, ну, никто же нам не запрещает узнать, почему одни 30 дней, другие перманент. Поэтому, свои скрины отправляйте, например, в предложку группы Аурум ТВ, да, вот, что ответит служба поддержки. Мне рели прям интересно. И, возможно, Суперсел все-таки, точнее, служба поддержки пересмотрит свой перманент. Но вероятность, конечно, крайне мала, опять же, попробовать стоит. Еще такой забавный момент, у меня прям дежавю какое-то, потому что в игре Clash of Clans года два назад, это я не помню, даже уже точно месяц, но, в общем, там происходили массовые блокировки за мод, да, я не буду углубляться, что за мод, что он делал, но там пожестче, да, то есть, с помощью того мода вы как бы себе реально упрощали игру очень сильно, но при этом, конечно же, рисковали, понимали, что рискуете, но там тоже начались массовые перманентки, причем тоже одним давали навсегда, другим перманентки, третьи, третьих не банили. Кстати, сейчас тоже такая тема, много игроков не забанены за этот бот, причем есть игроки, которые и бот юзали, и мод юзали, в общем, не важно, суть в том, что если вы баните, то баните всех, ну, правда, так будет справедливо, и вопросов никаких не будет. Если вы баните на 30 дней кого-то, то всех остальных тоже, пожалуйста, баните на 30 дней, но нельзя сходу брать и давать перманентку, но это не честно. Так вот, в игре Clash of Clans была такая же история, и причем, как ни удивительно, после этой истории я меньше начал, ну, как-то так сложилось, да, то есть, это вот был закат игры Clash of Clans. Я надеюсь, разработчики не повторяют тех же ошибок, и надеюсь, что сейчас еще не закат игры Clash Royale, хотя кого и обманываю, если ничего в игре не будет происходить, кроме банов топов, да, то, ну, на что мы рассчитываем, я не понимаю. Подытоживая это видео, хотелось бы сказать, точнее, повторить простую вещь. Я это говорил еще, когда баны за геммы были. В общем, ребят, если вы делаете что-то, что противоречит пользовательскому соглашению Supercell, вы понимаете, что вы идете на риск, поэтому любые моды, боты и прочая дичь, она как бы, да блин, было бы не так обидно, если как-то помогал бы этот бот играть, а так это жесть, просто попадаешь кому-то в друзья, это хрень, это фан-тема вообще, то есть, за это перманентку получить, блять, просто смешно. Это примерно так же, как за то, что ты материшься получить перманентку, блин, у меня горит реально от этого, серьезно, то есть, я понимаю, когда в Clash of Clans за мод получали, да, ну там ты модифицируешь игру, тебе легче играть, но здесь же, ты просто попал кому-то в друзья, и за это перманент, так, моя попытка номер два, подытожить это видео, потому что, как только я начинаю углубляться, у меня начинает гореть, меня начинает бомбить, ребят, если вы вот юзаете что-то подобное, знайте, что это риски, и вы должны нормально оценивать эту ситуацию, потому что, в итоге, не виноват никто, не виноват, а при этом, при этих блокировках, ни служба поддержки, ни ОПГИД, никто, да, виноват только человек, который, ну, либо не знал пользовательского соглашения, либо знал, и все равно думал, что, ну, меня это не коснется, нет, именно тебя, блядь, это и коснется, это закон подлости, бро. Вторая подытоживательная тема, это вселенская несправедливость и выборочное правосудие, будем надеяться, что такие топы, как Джаспер Фокс, я не знаю, на момент записи видео, я не знаю, кого еще затронули эти блокировки из известных игроков, я, в общем-то, надеюсь, что у них получится, реально искренне надеюсь, что у них получится разблокировать аккаунт. Да, Джаспер Фокс, ну, типа, ну, лошара, ну, или, ну, я ему об этом говорил, да, что, ну, забота получить, ну, просто дичь вообще, да, зачем он ему надо был, но в то же время обидно, потому что, ну, сразу перманентка, без предупредительных каких-то банов, это, это очень, это очень печально, то есть, это наказание, которое заставит его забить на игру, это же, ну, блин, он два года играл, два года душу вложил в этот аккаунт, он не будет заново начинать играть, поэтому, накажите его, больно, ударьте его по заднице, да, по ушам надавайте, но не навсегда баньте, оу, тем более, есть прецеденты 30-дневных блокировок, ладно, ребят, в общем, это мои мысли на этот счет, свои пишите в комментариях, также сбрасывайте скрины, что же отвечает по данному поводу служба поддержки в группу ВК Аурум ТВ, с вами был Аурум, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео, всем удачи, ребят.